Всем привет! Вы на канале LoveBlog, я Омельчение Андрей, а это пятый урок из курса создания чат-ботов на платформе Microsoft Bot Framework. В данном уроке мы научимся работать с диалогами. Это позволит нашему чат-боту выполнять сложные цепочки взаимосвязанных команд, а не только одну, как это было ранее. Для начала нам нужно немного изменить код нашего чат-бота, так как в текущем виде корректно работать с диалогами он не сможет. Для интерфейса itall добавим наследование от интерфейса idialog. Это позволит всем классам, реализующим этот интерфейс, использоваться в качестве диалогов. Откроем класс команды toUpper и реализуем метод starAsync из интерфейса idialog. Данный метод вызывается первым при вызове диалога из чат-бота. Метод будет ожидать выполнения команды run. Метод run мы также изменим. Параметры метода run будут соответствовать тем, что ожидается при вызове context.wait. Также эти параметры пропишем в интерфейс itall. В самом методе будем проверять, если сообщение содержит текст, то запишем его в верхнем регистре и вернем пользователю. В противном случае выведем сообщение в виде текст и будем ожидать ввода текста, который попадет в метод run команды toUpper, то есть вернется обратно. Нужно не забывать помещать классы диалогов как стерилизуемые, атрибутом стерилизабл. Это важно, чтобы класс и все его методы, состояния которых важны для работы диалога, корректно стерилизовались. Теперь перейдем в root диалог и начнем его изменять. Перенечем обработку вызова текущей команды из boss toRise в его. Поиск имеющихся команд при такой реализации будет выполняться каждый раз, проведя в root диалог. В дальнейшем это лучше изменить, чтобы не создавать дополнительную ненужную нагрузку. Но и в текущем уроке это рассматривать не будем. Логика практически не меняется. Мы ищем команду, которая вызывается, и если находится, то вызываем команду contextForward, которая перенаправляет нас к нужному диалогу. В самой команде также записывается метод rhythmAfterNewOrderDialog. Он будет вызываться после того, как вызванный диалог завершит работу. Если команда не была найдена, то вызываем диалог команды help. В методе, прежде чем AfterNewOrderDialog, будем передавать пользователю те данные, которые пришли из вызываемого диалога. Помимо текста, не забываем, что чат-бот поддерживает работу с сложениями. В сам класс botSurvice очистим от ненужного кода. Теперь давайте откроем бот Framework Emulator и посмотрим, что получилось. Вызовем команду help. Убедимся, что чат-бот работает. Затем вызовем команду toAther. В ответ получим сообщение в виде текст. Вводим текст, и его преобразуют к верхнему регистру. Все корректно. Сейчас реализуем более сложный пример, позволяющий получать от пользователя набор каких-то данных. Добавим новую команду user.info. Она будет получать информацию о пользователе и выдаваться по команде name. Для хранения информации о пользователе добавим класс user.tdo. В нем добавим поле для фамилии, имени и языки пользователя. А также делаем перегрузку метода toString для вывода данных в виде строки. Добавим параметр user.tdo в команду. Не забываем пометить тегом teralizable классы user.info и user.tdo. Также добавим перечисление user.info.state, в котором будем хранить состояние того, что сейчас ожидается для записи. В перечисление добавим имя, фамилию, язык. Описываем логику нашей команды. Проверяем текущий статус переменной state. Если он записан и равен имени, фамилии и языку, то заполняем соответствующее поле. Далее проверяем на заполненность этих полей. Если что-то не заполнено, то просим пользователя это записать и зваем context.weight с текущим методом run. То есть будем ожидать ввода текста пользователям, а полученный текст вернется в этот же метод. Если все заполнено, показываем пользователю, какие данные удалось собрать. Откроем эмулятор и посмотрим, что получилось. После вызова команды name у нас запрашивает последовательное имя, фамилию, а затем язык. После того, как были заполнены все поля, результат отображается для пользователя. Когда вызывается диалог, он контролирует поток беседы. Каждое новое сообщение будет обрабатываться в этом диалоге, пока оно не переадресуется в новый диалог или не закроется текущий. Используйте context.weight, чтобы указать обратный вызов для следующего сообщения пользователя. Чтобы закрыть текущий диалог и удалить его из тека, воспользуйтесь context.down. Это же отправит пользователя в предыдущий диалог в стеке. Context.forward вызывает дочерний диалог и помещает его вверх стека. Это же делает и context.call. Context.fail завершает текущий диалог с ошибкой, которая перейдется в родительский диалог. Сейчас давайте посмотрим, как работает чат-бот в реальных менсенджерах. Выполним команду toUpper. Так как текст не был введен, пользователь получит сообщение с просьбой ввести текст. После его ввода сообщение преобразуется к верхнему регистру. Также обрабатывается и команда toLower, и команда forAll. Команда nm собирает данные у пользователя точно так же, как это было в эмуляторе. Если же, например, в команду toUpper сразу передать текст, то он будет сразу обработан и результат возвращен пользователю. Данный урок подходит к концу. Все исходные коды данного урока вы сможете найти по ссылке в описании. Самостоятельно я рекомендую изучить возможности скороблаз диалогов. Это скоординированные диалоги, которые позволяют пользователю отложить текущий диалог, выполнив какой-то другой, например, вызвать в помощь. А затем продолжить с того места, на котором он прервался. Описание вы сможете найти по данной ссылке. А на следующем уроке мы рассмотрим возможности формфлоу. Это позволит нам сократить разработку ботов, в которых есть множество вариантов выбора или множество полей для заполнения. На этом все. С вами был Омельчинья Андрей. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok